Приветствую вас, аноним. Давайте мы с вами, наверное, начнём с главного. Главное здесь это то, что вы выступаете. И вы выступаете по поводу чего-то. То есть вы выступаете по поводу, ну, какой-то интересующей вас, я так полагаю, темы. Вы выступаете по поводу того, что вас волнует, того, что вам важно, того, что вам интересно и прочее, прочее, прочее. Правильно? Смотрите. Вам не кажется странным? Вот не кажется ли вам странным, что вы боитесь того, чем вы занимаетесь? Ну, или тем, что вы боитесь того, точнее, что вы боитесь того, что вы боитесь того, чем, в общем, в целом занимаетесь? Представляет для вас тот или неинтересно. Ну, давайте для начала как-то ответим себе на этот вопрос. Дальше. Какое значение для вас имеет то, чем вы занимает, собственно, самое публичное выступление? Вообще, вообще говоря, для чего вы выступаете? Я не житель. Вы выступаете ли вы, чтобы кому-то что-то доказать? К примеру. К примеру. Дальше. Или вы выступаете для того, чтобы что-то людям донести. И из того, что вам интересно, из того, что вам кажется важным и прочее. То есть, что мотивирует вас выступать? С чего вы хотите, с чего вы хотите стремятся выступать? Что вам нужно в конце концов? Это важно. Потому что, если вы это делаете не для себя, а если вы это делаете для других людей, то, ну, я боюсь, что будут проблемы. Потому что, именно, вот, как не странно, но именно то, что вы делаете это для других людей, возможно. И являются вашими проблемами. То вы не делаете это вот лет сюда. Вы не хотите просто вырисовывать то, что вам важно. А вы хотите, именно, возможно, чтобы вас одублили. Вы не хотите, чтобы, как-то отреагировали, может быть, на то, что вы делаете. И если это так, то это проблемы. То есть, страх публичных выступлений связан с тем, на что человек обращает свою энергию. Ну или, куда человек обращает свою энергию. Ну или, куда человек обращает свою энергию. Свою энергию вы обращаете на что-то не связанное с выступлением. Вот. А вы связываете с чем-то другим. на первый взгляд смешно с тем, что вы выступаете. Ну, с тем, что вы делаете. Ну, собственно, в этом есть проблема. Поэтому, чтобы, условно говоря, перестать бояться выступать публично. На мой взгляд, вам нужно разобраться в себе, разобраться в том, какое, вообще говоря, значение для вас имеет то, что вы выступаете. И, чего именно вы боитесь. Потому что, вот, именно то, чего вы боитесь, при выступлении, ну и является, собственно, вашей проблемой. Ну, такой вот, ключевой проблемой. Вот. Потому что, ну, слишком сильно, слишком сильна мотивация. Мотивация. Мотивация, мотивация больше, чем она должна быть в обычном, ну, в обычном случае. Мотивации. Вот. Вот. Поэтому... Мотивация. Вам так, вот, 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 о, 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 о. поэтому вы боитесь. Но это не страшно, все это можно скорректировать при желании, главное, чтобы это желание у вас было. Желание, например, разобраться в себе. Пока что вы можете сделать следующее. Вы можете... Стать перед зеркалом и представить себе, что выступает. Вот. Представьте себе, что выступает. Значит. Посмотрите на себя. Посмотрите на себя. Что меняется в вашем поведении? Что меняется в том, как вы смотрите, как вы выглядите, как вы себя чувствуете. Вот. Но я уверен, что что-то вы найдете. Обязательно. Ну, какие-то перемены вы найдете. Я уверен в этом. Вот. Другой вопрос. Конечно, заключается в том, хотите ли вы этот след. Хотите ли вы это принимать? Ну, самое страшное. Вполне вероятно, что... Да ладно, так все может быть неинтересно. Вот. Ну, это я, конечно, не хочу. Как-то предсказывать будущее. Вот. Будущевой момент, который, я надеюсь, мы с вами поняли. Это момент, связанный со сверхмотивацией. Со сверхмотивацией делать то, что вы делаете. И... ...за...за...за...за...за...за...за...за...за...за...за...за...за того, что... ...не получится. Вот. Ну, если вы...боитесь. То...совершенно ошибильно, совершенно... На мой взгляд, понятно, что вам будет тяжело, вам будет стройно, ну а как спросить по-другому. На этом всё, я полагаю. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, хоть немножко, потому что всё равно для более детальной проборки необходимо личная беседа с вами, так вот слишком мало информации, ну выдаёт слишком мало. На этом всё, если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оттенком в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация будет разрешена самым лучшим образом для вас. Удачи! Удачи! Удачи!